Еще одна печальная дата прошла полгода после страшной трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», унесшего в жизни 156 человек. На этой неделе закончено следствие, к уголовной ответственности по делу привлечены 8 человек. Стали известны также новые подробности трагедии. Главной причиной массовой гибели людей, отравленных продуктами горения, стал использованный при отделке помещений клуба пенополистирол, выделяющий при горении ядовитый дым. Именно от этого токсичного дыма несколько месяцев спустя погиб и руководитель противопожарной службы Москвы полковник Чернышов. Отделка дешевым пластиком и утепление пенопластом – это вообще примета целой эпохи в жизни нашей страны. Всем хотелось, чтобы было красиво и дешево. Технологии использования материалов нарушались везде – и в детских садах, и в школах, и в больницах. А о последствиях, о черном дыме от оплавленного пластика никто и не думал. Стоит ли подумать теперь, после хромой лошади, цену беспечности измеряла Наталья Штонда. После шести месяцев в питерских больницах Ирина Банникова возвращается впервые на руках у врачей. Ира не двигается и совсем не говорит, лишь изредка пытается произнести что-то. И, скорее всего, совсем не понимает, что происходит в ее жизни последние полгода. Когда сына привозил в Питер, он по маме соскучился очень. Он сразу бросился на нее, обнимает, целует, мама, мама. Мама? Но у нее как-то такой реакции нет, она на нее смотрит, отреагировать не может никак. Ирина Банникова работала барменом в клубе «Хромая лошадь». После пожара ее перевезли в Санкт-Петербург. В больнице стало понятно, лечить пациентку от ожогов не придется, у нее их просто нет. Девушка впала в кому от сильного отравления. Поражено 30% коры головного мозга. Родственникам сразу сказали, если она выживет, будет чудо. Ира выжила. Врачи предупреждали, что это займет годы. А может быть, она никогда не встанет на ноги. Я буду верить до конца жизни, что она остановится. Что когда-нибудь она заговорит все равно. Огонь в «Хромой лошади» полыхал всего три минуты. Сам клуб практически не пострадал. На как будто только что сервированных столиках остались салфетки, приборы и нетронутая еда. Деревянная мебель не сгорела, только закоптилась. Огонь сам погас еще до приезда пожарных. И не сразу стало понятно, как за три минуты столько погибших. Все друг на друге просто лежат и встать не могут. Я просто такого не ожидал. Я думал, что взрыв произошел на самом деле. Не верил своим глазам, что от пожара можно столько людей просто на штабелями лежать. В считанные секунды по клубу распространился черный удушливый дым. Два-три вдоха и наступала смерть. Больше ста человек в пожаре не сгорели, а умерли от отравления. Это кадры из документального фильма «Опаленные», который еще только монтируется. На них восстановленная хронология пожара и воспоминания людей, которые переживают эту трагедию до сих пор. Там же легкие сгорали у многих. Пенополистирол. И там поражение центральной нервной системы идет. Там последствия до сих пор у некоторых. И в провалах паники, и неадекватное поведение. Один мужчина вышел из огня, он сам его поместили в нашу больницу. И он шесть дней там лежал. Он кушал, он с женой разговаривал. Все вроде состояние нормальное, а в Москву привезли их, он сознание потерял. Двухсторонняя пневмония, поражение центральной нервной системы, сепсис крови. В общем, там такой был диагноз. И все, вот 5 января он умер. Долго еще держался. Давайте выйдем, что-то меня так это. Тоже дурно становится. От этого запаха такого. Я его помню. Тогда он был настолько, что невозможно было не вздохнуть. И глаза ело, и невозможно было ни о том, ни нас. Невозможно было дышать от ядовитого дыма, который выделял горящий пенополистирол. Обычный утеплитель. Пенопласт, который сегодня часто используют при внутренней отделке зданий. В хромой лошади он находился в подшивке потолка. Материал горел, плавился, капал сверху на людей и даже на коже продолжал гореть. А пластмассовая копоть от него покрывала легкие. Для многих только через несколько дней стало ясно. Выйти из огня живым еще не значит остаться в живых. Кому-то позвонили, взял трубку человек, вроде как обрадовались. Как ты? Ну обгорел сильно, так, все вроде нормально. А потом смотришь списки погибших, хлам погибших. То есть люди-то еще, ну просто живые мертвецы были. Основное выделение – это стирол высоко токсичный. Вот почему те, кто сразу не умер на пожаре у хромой лошади, потом умерли. Потому что стирол через легкие попал в кровь и нарушает он кислородный, углекислотный обмен кровяных шариков. И человек умирает просто от удушья. У него не работают уже ни легкие, ничего. Доктор химических наук Вадим Мальцев сравнивает горение пенополистирола с напалмом. Рассказывает, что во Вьетнаме и Корее полистирол применялся совсем не в мирных целях. Этот обычный пластик – один из компонентов напалма. Температура горения – 1150 градусов Цельсия. Температура настолько высокая, что люди погибают очень быстро. Ну, 1150 градусов. И техника вся корежится. В Советском Союзе тоже хорошо знали, как горит пенополистирол. Ленинградский металлический завод, ткацкая фабрика в Бухаре и завод двигателей «КамАЗ» выгорели полностью. Поэтому в 80-х годах применять пенополистирол на предприятиях запретили. Со временем об этом запрете забыли, а в квартирах стало модно и красиво использовать подвесные потолки из пенопласта. В Свердловске произошел пожар. Причем люди, которые жили в той квартире, где был пожар, они спаслись. А в соседних квартирах, куда просто вот этот вот дым проникли, люди погибли. Они не сгорели или не обожглись даже. Они просто надышались. Они даже не знали, что пожар. Второй месяц жители дома номер 5 по улице Вишняковской в Москве живут в страхе. Их дом начали утеплять пенополистиролом. Еще полгода назад на это никто бы не обратил внимания. Но после пожара в хромой лошади этого материала боятся, как огня. Год назад был пожар. И все видели, что огонь выходил наружу, по стене шел. Если это случится, сколько человек погибнет, никто не знает. Елена Сиротенко написала письма с просьбой не утеплять их дом чуть ли не во всей инстанции. Подписались почти 800 человек. Получили ответ. Материал хоть и горит, но опасности не представляет, так как будет защищен негорючим материалом. Если вы используете пенополистирол, предположим, в стенах там или где-то что-то, значит, вы должны, как правило, нанести штукатурочку толщиной 25 миллиметров, 30 по сетке. И это вам обеспечит 15 минут, в течение которых пенополистирол не будет газить, не дымить, не загораться. За 15-то минут можно было бы из этого помещения эвакуироваться. Эксперимент показал следующее. Экструдированный полистирол и пенополистирол в течение нескольких секунд расплавились и выгорели. Пенополистирол сегодня широко применяется в строительстве в качестве утеплителя. Легкий, хорошо сохраняет тепло и, самое главное, стоит недорого. Поэтому спрос на него огромный, говорят производители. Просто использовать его нужно правильно, по технологии. Это очень удобно сказать на материал. Только это неправильно. Материал не может быть, на материал никогда не может отвечать, что это только человек может. Вот все и боятся этого загадочного человека, от которого зависит толщина огнеупорного слоя. Сейчас существуют строительные материалы, которые вообще не горят. Так называемый фаерборд. Но эти гипсокартонные плиты стоят дороже. Поэтому и применяют дешевый пенополистирол, способный убивать и после пожара. Вот сейчас 156 человек погибло после хромолочности. Не все еще будут смерть. Потому что у него такой вот характер. Можно в результате выздороветь после лечения. А через какое-то время все может вернуться. После Пермской трагедии в правительстве страны призвали врачей оказывать помощь всем пострадавшим до полного выздоровления. Но в питерской больнице посчитали, что Ирина Банникова в лечении не нуждается. И настойчиво попросили родственников забрать пациентку. Был ответ, что принимают пациентов, которые могут отвечать на вопросы хотя бы. Жена у меня не говорит, не двигается. Прямо сказали, койку нужно освобождать. Лечить Ирину теперь будут в краевой Пермской больнице. На специализированные клиники у Банниковых денег нет. И хотя в Перме нет врачей, которые бы занимались подобными больными, для двухлетнего сына Ирины Банниковой это единственный шанс, что когда-нибудь мама вновь его обнимет. Мама! Мама! Наталья Штонда, Надежда Каширская, Артем Григорян, Гура Амразилов и Арсений Байбулов. Воскресное время. Первый канал.